Всем друзья привет! Том Аспинал против Гёрдиса Блейдса. Наконец-то реваж! Аспинал защищает временный пояс, как бы это странно ни звучало, и готов вернуть должок за первый бой. Блейдс тоже много рассказывает, но улетел мыслями куда-то не туда. Уже и Аспинала побил снова, и уже готов похоронить Алекса Перейру. Странный, конечно, парень. Давайте обсудим, чем ему это аукнется в бою против этого парня, и главное, узнаете, где смотреть бой совершенно бесплатно и весь турнир UFC 304 в целом. С вас лайк прямо сейчас и поехали! Хочется начать сразу без лишней воды. Эти два парня в топе уже очень давно. Блейдс всегда находился в шаге от заветного пояса, но отлетал в самых важных боях. К Тонгану его рубанет Толь Юис, и теперь еще появился Павлович. Аспинал, по сути, в UFC еще не проигрывал. Он провел здесь 8 боев, нокаутировал Палыча в бою за временный пояс, и только первая встреча с Блейдсом испортила ему всю малину. Там он на первых секундах кританул лоу-гиком, травмировал себе связки, после чего словит поражение из-за травмы и год пропустит. Сейчас Том кажется недосягаем. Он финишировал Волкова, вынес Тебуру, вырубил Павловича. Его до ужаса боится Сирил Ганн, и уже год от него скрывается. Джон Джонс готов делать что угодно и даже годик отсидеть, но чтобы не драться с настоящим претендентом. Ну и вот получилась такая абсурдная ситуация с защитой временного пояса, вроде первая в истории UFC даже. Можно здесь еще обсудить момент выносливости, но придется гадать. Ведь Аспинел никогда в жизни, вдумайтесь, никогда не дрался больше двух раундов, как и Е5. У Блейдса есть такой опыт с тем же Волковым. Смотрелся он там не очень хорошо, но зато прошел всю дистанцию. Правда, как мне кажется, этот бой не продлится все 25 минут. Как я сказал у Тома, 100% боев закончились досрочно. У Кертиса примерно так же, и плюс ко всему это тяжи, любой шальный удар, бам и конец. В антропометрии различия небольшие, у Блейдса чуть-чуть больше размах рук, да и по сути все. Дальше у нас борьба, и это реально интересный аспект. Все знают Блейдса прежде всего как сильного вольника, который сделает тебе ужас, что как только пройдет в ноги. Но если честно, Кертис давно борется на троечку, просто в тяжах, в принципе борцух мало, и он на их фоне так выделяется. Да, он не дал пройти в ноги Желтону Алмейде, за что ему честь и хвала, но вспомните бездарные проходы в ноги Павловичу, это что было такое? Против соперника, у которого процент защиты более 45, борьба Блейдса почти не работает, и что ему делать с быстрым, ловким британцем, понять пока сложно. Аспинел хорошо блокирует тейкдаун, еще лучше переводит сам, да редко, но он это делать, поверьте, умеет. Плюс ко всему, он филигранно выходит на приемы, кимура, удушающий сзади, скрутка пятки и еще много-много всего у него припасено в арсенале. Конечно, все равно интересно увидеть их на конвайсе с Блейдсом, правда, будет круто, но мне кажется, медленный вольник там ничего не добьется против этого ловкого табарища. Я думаю, борьбы здесь мы не увидим, ужасные попытки пройти в корпус или в две ноги Блейдса бедны за километр, и уж если их Павлович видел и заблокировал, то Аспинел это сделает подавно, а это значит, что будет разборка только в стойке. Ну а вот здесь они явно быстро выяснят отношения. Том очень круто чувствует дистанцию, быстро сближается, имеет какой-то невероятный процент точности ударов, смена стоек, обманки и раздергивания. Он любит вытягивать от себя и жестко контрить, но и не сказать, что отдает работу первого номера, старается удерживать и чувствовать центр октагона для лучшего передвижения. В ластецком бою с Палычем он оказался в два раза быстрее, как будто бы Флэш успевает нанести два удара, пока Палыч только замахнулся. Можно вспомнить, как он снес и Тебуру, где ворвался с локтем на ближнюю дистанцию и дальше пробил серию ударов, которые Тебура уже сдержать не смог. Кертис Блейдс этим всем похвастаться не может, он еще медленнее Павловича. Да, он где-то может попасть с шальным оверхендом, но это ерунда, не представляющая никакой опасности для хорошего ударника. Но попасть по старому Досандесу или уронить средневеса Криса Докаса, это да, он может. А где, кстати, эти ребята? Ну ладно, нокаутировал локтями Алмейду, который застыл у него в ногах, но какое это отношение имеет к бою в стойке? Мне кажется, здесь разница будет колоссальная. Если Палыч Х2 опережал по скорости Блейдса и нокаутирующей мощи, то Аспинел Х2 опережал Павловича. И такая как раз-таки математика в ММА еще как работает. По статистике, Том более чем в два раза пробивает значимых точных ударов и не сильно больше пропускает. В общем, тут, я считаю, для Блейдса без шансов. В прогнозе на бой я, конечно, выберу Тома Аспинелла досрочно, именно досрочно нокаутом. В борьбе его Кертис не побьет в стойке, тем более, и теперь самое главное. Вспомните момент, когда Блейдс превзошел себя или жестко улучшился. И ведь он молод, ему всего 33 года, казалось бы, еще расти и расти в тяжах-то. Но рост абсолютно отсутствует, и я думаю, Кертис лучше уже точно не станет. А вот Том, он еще моложе, ему 31, и он нас удивляет от боя к бою, и я уверен, он своего пика еще не достиг. И вот вдумайтесь, при всем при этом Блейдс сидит вчера и рассказывает, как он будет бить Алекса Перейру в тяжах. Чувак, ты вообще о чем? Какой Перейра? Тебе завтра биться с лучшим в своей весовой категории? Очнись! Ну и вы знаете, что такие рассказы и заглядывания за спину ни к чему хорошему не пригодят. Победа Тома нокаутом. Пишите, ребят, как считаете вы, быть может вы со мной не согласны, дайте знать, пишите в комментариях, я все почитаю. Пробивайте лайк, очень нужна ваша поддержка сейчас, Ютуб кривовато работает, меня почти нет в рекомендациях, просмотры упали, а ваш лайк очень сильно поможет. Смотреть весь турнир мы будем в моей телеге в лайв такой трансляции по ссылочке в описании, комментирую, шутки, приколы, все как вы любите. Также турнир покажут на Матч ТВ и Файт Пассе, а начнется он для нас по хорошему времени в час ночи по Москве и главный карт в 5 утра. Ну ладно, не сильно по хорошему. А также на моем бусте уже вышел большой выпуск с прогнозами UFC о Будабе, который будет через неделю, где дерется Шара, Фергусон, Умар, Кори. Да и в целом на бусте очень много контента, можете по ссылке тоже подписаться, вот что вас ждет там. Но это был такой булчидище, просто ужасный был бой, он лютый финишер, у него 20 побед, я проиграл бой, что за бред, очень опасен. Но, думаю хватит, вы можете уже скринить, потому что потом будете опять писать, что это что нахер такое. Я что-то подмонтировал, возможно я из будущего вещаю, как ты все знал, почему ты раньше не сказал, руки поднять к бороде и идти вперед. Спасибо. Спасибо. Спасибо.